Игры увеличились безусловно, здесь как бы Фёдоров и Волков страшный день не столкнулись, но вроде бы всё обошло, всё хорошо. Вот такая укороченная заположка на приёме, последнее касание у Белогорис проходит. Отличная кермина, доводка, первый, тэп, нет, снова пайп, и это Антон Сёмышев. 12-8, смотрю опять, кашусь в сторону Волкова, Волков. Ещё можно посмотреть. Михайлов, классная подача, но и доводка изумительная, вот не забивает первый темп у динамцев. Конечно, надо быстрее, Белогорцев побыстрее, чем вот эти большие центры Динамо, но мне кажется, всё равно чуть низко Панков посует, скорость вроде неплохая. Вот такая подача Романа Романовского. И Антон Сёмышев снимается, открывает счёт. Московская Динамо в этой партии Антон Сёмышев, который сегодня тащит на себе всю атаку Москвы. Передача выполняет. Вот такая вот. Сейчас надо несложный мяч, сейчас надо играть быстро. Никогда игрокам, проигравшим, такой мяч не нравится. Хорошее. Упростило, проще не было. Ну и Сёмышев забивает, вот сейчас-то его никто за шею хватать не будет. Растановка с подачи Белогорцева становится проблемой для хозяев. Кто-то держит всё, ну тренер в уме, так иначе это вещь, с которой надо считаться. Сёмышев классно здесь атаку реализует. 22-22. В команде 32 процента, у Павловцева 27, у Павловцева 21, и только Жан. Наверное, что из этого выйдет, пока Заполотников подаёт. Никаких проблем на Динамо это не вызывает. И доводка хорошая, и уверенно разбирается о том, что... Но при этом, мы говорили, 9 эйсов было по итогам двух матчей финальной серии у обеих команд. Но только вдумайтесь, ошибка на подаче за два матча. 31 ошибка у казанского «Зенита» и 29 у московского «Динамо». Доро, простая подача. Можно, наверное, ещё и злацов сыграть, а можно и вот так сыграть. Очень быстро, вот это классно, конечно, по скорости, по выходу нападающего. Ведь он шёл именно вот на такую передачу. Это, по сути, ну, полупрострел. Он, по-прежнему, самый результативный игрок матча и в своей команде. Ну и столько же набрал, хотя бы по 15 очков у них теперь. А это атака Сёмышева. И «Динамо» возвращает себе преимущество два в очках, которые там на какой-то момент исчезли. Это притомство соперника классного блоки, играет где-то вынуждаясь сложные решения принимать. А всё равно где-то вот такие простые за счёт качества исполнения сами игроки себе организуют. Здесь в данном случае передача блестящая. Кермина нет доводки. Будет тройной блок. С Брагин в защите. Нет, не успевает он мяч обработать. Браво, Антон Сёмышев. Ещё раз возвращаясь к этой фигуре. Антон Сёмышев снимается на тройном блоке в среднюю диагональ. 23-е очко. И сам же готовится. Тем не менее рискует. Нет, нет, защищались белгородцы. Близко это не значит, что случилось. Дзан вроде бы, ну и кого ещё не назвал, орбитров матча. Обязательно это надо сделать. Бригада из Санкт-Петербурга. Роман Макшанов. Первый рефери сегодня. И Константин Гусев ему помогает. Ну, наверное, во втором матче ситуация может и поменять. Игроков этого матча. Дзан. Хороша доводка. Попал, да? Попал, да? Всё, он уже в хороший перевод. Так белгородцы с надеждой смотрят друг от друга. Светана. Ещё один выбитый приём. Передача на ДРУ. Страхует Вольвич. Снова в ДРУ. Лаури Кермен. В длинную сторону подаёт. Отдаёт передачу Павел Панков на Антона Сёмышева. И от преимущества пять очков казанского «Зенита» сейчас остаётся только два. Но с ним прошёл Кубок Столетия. Первое касание есть у Юрия Цепкова. И здесь не падает мяч. Неудобно было ни Лаури Кермену, ни уж тем более, ни Супов. Не было что-либо делать с этим мячом. А здесь есть первое очко, и оно отправляется в московский «Зенита». «Динамо». «Диан» грамотно убивает вверх Сёмышев. И четыре по четыре. Очень хорошо он пока контролирует вот это направление. Снимается Антон Сёмышев. 20 очков московского «Динамо». Теряют где-то на высоте передачи в центре сетки. И сейчас вот ошибка своя. Это всё не от проблем вот именно с первым касанием. Интересно вообще, на самом деле, под всём, что потом так в сетку воткнулся. Но, правда, не выходил ещё. Подлесно. Классная подача у Соколова получилась. У Тетёхина трудная атака. «Динамо» получает инициативу в этом розыгрыше. Ещё раз Сёмышев. И было касание блока. «Динамо» снова получает матч-бол. Удивительная просто концовка. 20-19. Каждане. Антона Сёмышева. Есть блок. Будет ещё один шанс для того, чтобы завершить этот розыгрыш в пользу хозяев. Антон Сёмышев. У него такие планы. Взяли. И Роман Романовский свою миссию выполняет. Первая подача в сетке. Ещё и защита сюда пришла. Но защите чуть похуже получилось. На подачи. «Богдан» Тетюхина. Есть приём. Есть и защита, и Антон Сёмышев второго направления. Отмечали волейбольный аналитик. Ну, в этом матче ещё ничего не ясно, безусловно. Тем не менее, интересное наблюдение. Ну, тут уж никак не отзащищаться было. В первом случае белгородцы спасла ошибка соперника. Я его не имею в виду. «Богдан». Подача классная. «Богдан» как довёл. Мы не попали в тэп к Вольничу. Сёмышев очень тяжелый удар. И 13-14. Как близко за блок опять сел страховать дыру. Вот иногда он по итогам каких-то эпизодов в странных местах значительно для меня, по крайней мере, оказывается. И в рамках супер-клубка казанцы были сильнее. Классный Сёмышев. На разрывы Блока здорово сыграл. Подловил не успевающего пристроиться к своему коллеге. «Блоку» в отношении к «Маслию». Мощная подача Ивана Подребинкина. Есть защита «Богдана». Соколов тактически отыгрывается от Блока. Даёт возможность блок-партнёрам завершить розыгрыш. Но здесь не падает мяч. Кто-будет давать вторую передачу. Не разобрались Кротков и Жоков. Помешали друг другу. Они забиваешь ты, забивают тебе. Простой закон волейбола, который очень наглядно сейчас работает. Джан сейчас самый результативный игрок. В стане своей командой здесь плотная подача. И вновь по линии Антон Сёмышев. В таких эпизодах молодцом Сёмышев. Но ему надо обязательно забить. И он справляется с этой ситуацией. Иначе всё это качество приёвов никуда бы делось. Единал, над чем потрудиться. И вновь хороша атака, хорошая защита. Но в этом эпизоде Антон Сёмышев празднует. Сейчас по расстановке Мухаммед Аль-Хачдади. Это может быть более чем опасно. Видимо, убитый приём Динамо. Без атаки остаётся Москва. И есть возможность Мухаммед Аль-Хачдади. Здесь блоком. Павел Чпитер всё видит. А Антон Сёмышев под кожей. Просовывает мяч. Тройной блок. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова